Романтика революции, агитационное советское прикладное искусство в Чувашском национальном музее. В экспозиции представлены уникальные предметы пропагандистского искусства из фондов Всероссийского музея декоративного, прикладного и народного искусства. Свои экспонаты из запасников достал и наш музей. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Выставка рассказывает о самом неоднозначном периоде в истории России, 20-30-х годах прошлого века. Тогда агитационное искусство только начинало развиваться. Рабочие и крестьяне, уставшие от войн и кровопролития, с радостью приняли идею мировой перманентной революции. Художники, поэты, архитекторы формировали новый взгляд на постреволюционную эпоху. Так создавалось искусство нового советского государства. Его впоследствии назовут авторским. Это возвращение к классической школе, в том числе и национальной школе, с новой тематикой. Надо показать, как строятся новые государства. Не ломается старое государство, а как строятся новые государства. Наряду с классическим агитпромом активно формировалось и авангардное искусство. Его принимали и отвергали, хвалили и громили. Но, как часто бывает в культуре, ценность всех художественных направлений стала ясна спустя десятилетия. Многие вещи, которые искусство подавало как великую мечту, в жизни, к сожалению, состоялись не как великая мечта, а как великий труд, а зачастую и кровь, и пот, и тяжелые преодоления. В агитискусстве работали крупнейшие художники того времени – Данько, Ланге, Телетевский. Лампочки Ильича в кружеве, расписанные лозунгами предметы обихода, живопись и графика. Пропагандистское искусство было популярно и среди местных мастеров. Неслучайная экспозиция открывается фондовой картиной, где изображен наш земляк – Василий Иванович Чапаев. Легендарный комдив и поистине народный герой. Борец за правду и народную волю. Когда выставка приехала, стало понятно, что мы тоже можем включиться в эту экспозицию. И создали такую совместную экспозицию, предоставили сюда экспонаты из наших фондов. Это графические и живописные работы, которые как раз тоже характеризуют 20-30-е годы прошлого века. В связи с ограничительными мероприятиями на сайте музея в разделе «Виртуальные выставки» горожанам будет доступна видеоверсия экспозиции. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.